Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРОСИМ. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Ну что ж, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро те, кто смотрит нас и слушает в эфире. Мы рады приветствовать всех наших юных открывателей и открывательниц вместе с родителями, близкими и дальними родственниками, которые, мы уверены, тоже с удовольствием утром в воскресенье принимают участие в нашем совместном эфире, потому что мы задаем много вопросов, дарим приятные подарки тем, кто на них отвечает. И, естественно, в эфире «Открывашка» вы узнаете всегда все самое интересное и новое, что мы для вас приготовили. На волне 101.0 FM мы рады рассказывать вам о каких-то интересных, необычных фактах, приглашать интересных собеседников. Ну и, естественно, это программа, которую мы ведем совместно всегда, более старшее поколение и те, кто помладше. И сегодня в студии я, меня зовут Алексей Андреев и очаровательная соведущая, не побоюсь этого слова, Злата Андреева. Доброе утро. Доброе утро. Злата, как настроение? Отличное настроение. Ну, на самом деле, конечно, мы просыпаемся иногда тоже прямо в студии, стараемся как-то себя взбодрить, потому что погода, знаете, сегодня такая, которая немножечко убаюкивает, немножечко клонит сон, но мы сейчас обязательно проснемся с вами, потому что сегодня мы будем говорить о музыке, дорогие друзья. Злата, как ты относишься вообще к музыке во всех ее проявлениях? Нравится ли тебе музыка? Ну, смотря какая. Ну, тебе какая ближе? Танцевальная, какая-то медленная, лирическая, спокойная. А всегда по-разному. Под настроение, да? Ну, вот сегодня, я уверен, что у нас настроение будет очень и очень бодрое, потому что сегодня у нас в гостях замечательные люди, представители Вятского оркестра русских народных инструментов имени Федора Шаляпина, причем не просто представители, а непосредственно руководитель, главный дирижер, заслуженный артист России Александр Чубаров. Доброе утро, друзья. А также солисты оркестра, солист Игорь Ячменев. Доброе утро. Доброе утро. И Николай Конова. Доброе утро всем. Инструменты мы специально не говорим, которые сегодня они с собой захватили, но мы их обязательно услышим, это будет намного показательнее и интереснее. Александр Николаевич, ну, вы уже не первый раз в студии «Эхо Москвы» в Кирове, и вы уже так по традиции, как опытный ведущий и рассказчик, можете сегодня нам рассказать. Вот мы уже о домрах говорили, о балалайках, что сегодня? Да, дорогие друзья, я бы хотел напомнить о том, что мы уже с вами встречаемся третий раз, разговариваем об инструментах русского народного оркестра, поговорили о группе домр, вспомнили, что родом домра из Кировской области, из Котельнича конкретно, когда-то соратники Василия Андреева нашли прообраз, что ли, инструмента, и мастера помогли Андрееву в Санкт-Петербурге усовершенствовать инструмент, и этот стал инструмент плюсом уже к балалайшной группе, вторым влился в оркестр, более полное стало звучание у коллектива, и поговорили, конечно же, о первом инструменте, о символе русской музыкальной культуры, с русской души, о балалайках поговорили, даже поиграли мы здесь в студии вместе с ведущими. И сегодня будет следующая группа инструментов, она называется «Духовые инструменты». Ну, я бы хотел, чтобы мы сейчас прослушали фрагмент, как звучит современный русский народный оркестр, и как раз в этом фрагменте все группы оркестровые будут звучать, в том числе и те, о которых мы будем говорить сейчас. Слушайте внимательно, интересно просто будет, как вы определите, заметите эти инструменты. Итак, я попрошу... Прямо сразу выступление загадка будет. Давайте послушаем, дорогие друзья, выступление как раз-таки оркестра современного народных инструментов. КОНЕЦ 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 Ну, если честно... Какие впечатления? Впечатления-то замечательные. Просто вот, наверное, и мы, и многие слушатели, которые сейчас только-только вот включили приемники свои, пытались тоже вместе с нами угадать, какие звучали музыкальные инструменты, духовые именно, они вот, допустим, не смогли бы догадаться, наверное, сразу, если не знали ранее, что тот инструмент, который сейчас держит в руках Николай, и до этого, который он держал чуть побольше, это тоже духовой музыкальный инструмент. Мы сегодня обязательно должны услышать и баян, и гармонику, потому что, да, это тоже музыкальный инструмент. Ну и, конечно, вот я не могу с гордостью не сказать о Игоре и о тех инструментах, которыми он владеет. У меня тут написано, я так понимаю, только малая часть. Гобой, свирель и жалейка. Это еще, я так понимаю, английский рожок. Сфирель и жалейка, и гобой, и английский рожок, и разные. Свистовые. Это вот как раз свистульки, которые мы тоже очень хорошо слышали. Там флейтопикало как раз там прорезал. А если кто-то только-только включил как раз-таки радиоприемник, мы напоминаем, что у нас в эфире открывашка, и мы традиционно всегда задаем сразу какой-то вопрос от нас, как от специалистов, которые мы заранее приготовили, чтобы наши уважаемые слушатели с родителями могли подумать, вспомнить и ответить правильный вопрос. Давай, Злата, начнем вот с этого вопроса. Он, наверное, самый такой будет подходящий здесь. Как называется самый большой духовой музыкальный инструмент? Вот, как называется. И давай сразу расскажем, что у нас есть в качестве подарка, если правильно ответят. Сегодня у нас, как обычно, есть множество интересных книг. Например, энциклопедия «Киты и дельфины», энциклопедия «История Москвы», энциклопедия «Мотоциклы» для мальчиков. И также у нас есть приглашение, например, в кинотеатр «Смена» на двоих, приглашение в «Кото-кафе Зоки» и еще очень много других интересных призов. Да, их получить можно достаточно легко. Ответить прямо сейчас на вопрос, позвонив к нам в студию по телефону 211-101. Звоните и отвечайте на вопрос про самый большой духовой музыкальный инструмент, если знаете правильный ответ. И у нас уже сразу же есть звонок. Давайте вот сейчас проверим, кстати. Видите, Александр Гавлович, уже мои гости. Какие у нас подготовленные слушатели. Принимай звонок, Злат. Привет. Меня зовут Самула Полина. Полина, а сколько тебе лет? Десять. Отлично. Доброе утро. А как называется самый большой духовой музыкальный инструмент? Геликон. Геликон. Ну вот тут надо наших специалистов... Он тоже большой, но не самый большой. Ну, видите, вы сказали духовой. А у многих зрителей, у многих слушателей, у многих людей, конечно, слово «духовой» воспринимается как действительно вот духовой оркестр только с этими инструментами. А здесь надо... Анган. О, замечательно. Сразу же, сразу же. У нас слушатели не просто подготовлены, они еще и рудированы, и с логикой у них тоже все в порядке, и они быстренько сразу... Ну, выбирай подарок, Злат. Напомни еще раз, что есть. Или уже выбрал еще раз. Можно к редактору? Еще раз. Еще раз? К редактору. А, к редактору сразу, не вопрос. Мы только рады будем. То есть пообщайтесь с нашим редактором на предмет того, какой подарок хотите получить. Ну, все. Вот с первым вопросом мы разобрались. Видите, слушатели у нас готовы к сегодняшнему эфиру. Активные, они активные. Давайте тогда, наверное, распро духовые ассоциируются как духовые, именно инструменты духового оркестра, ну пусть мы тогда с них и начнем. Дело в том, что Василий Андреев, основатель оркестра в России русских народных инструментов, он после группы «Баллаек», «Домр» появились гармоники. И немножко позже уже повлились, очень органично влились инструменты из духового, из симфонического, так скажем, оркестра. Это флейта и гобой. Ну, сегодня у нас в гостях вместе с нами Игорь Ячменев, который как раз владеет этими инструментами. И давайте, может быть, сразу, Игорь, владеет, мне кажется, это вот так, как-то так скромно очень звучит. Мы же тут на досуге-то успели перед эфиром послушать. Ну, мастерски ведь владеет. Чего вы хотите? Нет, ну, дело в том, чтобы показать именно звук гобоя, он превосходит как раз своим тембром и всегда услышан в любом оркестра, и в симфоническом, и в народном. Ни с чем не спутаешь этот звук. Давайте послушаем какую-нибудь мелодию, Игорь Игоревич. Игорь Игорь Я думаю, надо поаплодировать, потому что одно дело слушать, да, где-то, и другое дело вживую. Гениальную музыку Георгия Сверидова. Ну, Игорь Григорьевич, может быть, несколько слов о своем инструменте? Ну, во-первых, этот инструмент появился у нас в 17 веке и использовался уже композиторами в симфоническом оркестрах и потом позднее уже в народном. Но самый он уникальный тем, что если есть свисковые инструменты, то там при помощи пищика отверстия извлекаются на флейтах и на свирелях, вот. А ногобоя извлекаются при помощи пищика, которая называется тростью. Причем это двойная трость еще. Двойная трость, которая сделана, да. Из двух частичек состоит. Это очень сложные... При помощи, да, нагнетания воздуха извлекаются, и вибрация идет, и пластинок. То есть его можно отдельно использовать. Можно без гобоя. Такой трость, которая извлекает звук. Сама по себе уже музыкальный инструмент. А сам тем, конечно, дает именно инструмент. Вот это такая... Ну, кто не видит... Это очень сложно. Вы знаете, что вот я немножко готовился к сегодняшней тоже передаче, посмотрел и прочитал такую... Такой факт, что в 1989 году, недавно, этот инструмент гобой попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый сложный инструмент по конструкции и по исполнительству. Вот представляете, вот это деревянная трубочка у нас, можно считать, да? Гобой сделан вообще из африканского черного дерева. Вот так вот. В оригинале. Это очень дорогой инструмент, и вообще все сделано... Да мне каждый раз удивляюсь, когда знаю стоимость... Вот в этом деревянном корпусе, в этой деревянной трубочке, ну, примерно сантиметров 60-70, так? Да. Вот, в ней 24 или 20... 22... 22? 24. 24 отверстия. А пальцев у нас на рук сколько? Ну, у некоторых и 8, но у нас слава богу, а у нас 10. У нас 10, да? Один пальчик у него, у Игоря, вот, он, посмотрите, ну, держит. Один держит гобой, и он не участвует, а остальные 9 участвует. А дырок сколько? 24. И вот для того, чтобы извлекать звук, значит, какие-то должны открываться, какие-то закрываться. Естественно, один раз нажимаешь, а там плюсом еще механизм, особый механизм. Прикрывает еще отверстия. Ну, вот дело в том, что, да, достаточно, что мизинцы работают. Вот этот механизм, это просто чудо механики. Вот это правда. Александр Главович, можно я, Игорь, задам вопрос относительно того, а сколько, ну, то есть, это стандартное время дается на обучение, то есть, ну, в каком-то учебном заведении для того, чтобы научиться играть на гитаре. Дело в том, что он занесен, конечно, как в книгу Гиннеса, да, но один из самых сложных инструментов по звукоизвлечению. Потому что при помощи трости, трость, она, как вы убедились, она извлекается, ну, естественно, амбушюром, губами, и сложность управлять ней. То есть, сама, сам инструмент тоже много зависит от строя, от всего, но обучаются, естественно, дети, где-то раньше в методике говорили с 9 лет, а сейчас можно уже с 7. — А по продолжительности? — Ну, по 12 и 13 годам, как «Синяя птица» показывают передачу, то есть, они достигают хороших результатов. — Ну, то есть, минимум 5 лет всё равно потребуется для этого. — 5, больше, да. — То есть, стандартное вузовское такое образование, по сути, получается. — После школы, училища, естественно, консерватория, и на обучение. — Ну да, в целом, треть жизни, треть жизни управляем. — И вот, как мы разговаривали, говорили об инструментах, там, балайках, домбрах, там есть целое семейство по величине, так скажем, инструментов. Маленькие, побольше, ещё побольше, там, малые, альтовые, басовые. Также вот и у Габоев тоже есть разновидность инструмента, и более крупный инструмент, который называется «Английский рожок». — Вот мы, прежде чем познакомимся с ним, если позволите, давайте, раз уж мы так обстоятельно поговорили про Габои и познакомились с замечательным солистом Игорем Ильич Миньевым, вопрос от вас, Игорь, сразу. Пусть наши слушатели тоже войдут в диалог и поучаствуют. — Вот такой вопросик. Сергей Прокофьев в своей «Сказке Петя и Волка» инструмент Габоя кому предоставил, какому персонажу? — Да, то есть с помощью какого инструмента? — Нет, с помощью Габоя. — А, с помощью Габоя какой персонаж заговорил в сказке? — Сказка Петя и Волка. — Да, поэтому, друзья, знайте ответ, звоните по номеру. — Златуль? — 211-101. — 211-101, пожалуйста, звоните. — Звоните к нам в студии, будем рады услышать ответ на вопрос. Вот теперь про английский рожок. — Да. — Английский рожок — это разновидность Габоя, он более крупный и, конечно, раструб в конце грушообразный. При помощи этого грушообразного звука у английского рожка более мягкий по тембру и гусалый. — Более низкий. — Ну давайте мы сначала послушаем английский рожок, а потом послушаем ответ нашего слушателя, который уже готов. — Вот мне сразу мультик Маули вспоминает. Там было что-то в африканских, в африканских, восточных, восточных, золотая антилопа, вот эти мультики все, да. — Сразу, да, настраиваешься. — Ну что, Игорь, принимайте, принимайте ответ, уже есть звонок, доброе утро. — Да, это очень было бы приятно услышать. — Доброе утро, здравствуйте. — Здравствуйте. — Да, слушаю. — Меня зовут Таня, мне 8 лет. — Ответ на вопрос — утка. — Отличный ответ, ты прямо в точку. — Молодец. — Умница, умница. — Ну что, у Златы есть возможность рассказать вам, что за подарки у нас есть. Или вы так готовы? — Может, ты уже определилась? — Как бы. — В общем, у нас есть, Злат, давай напомним просто, и потом, может быть, сразу получим вариант, что хочет получить в качестве подарка. — Какие есть призы? — У нас есть, конечно же, книжки и приглашения. Может, ты уже определила, что ты хотела бы получить? — Две категории — книги или приглашения. — А можно к редактору? — Да, конечно. — Можно, запросто, очень хорошо. Сразу к редактору. Продолжаем. Давайте сразу тогда еще один вопрос. Александр Николаевич, готовы? — Чуть попозже. — Хорошо, тогда вопрос у нас, Злат. Давай сразу вопрос, чтобы у нас слушатели думали, а мы продолжали общаться. — Какой духовой музыкальный инструмент изобрели в Австрии в 1829 году? И самые известные модели этого инструмента — березка, хорих и вельтмастер. — Да, вот так вот. Пожалуйста, звоните 211-101, если знаете правильный ответ. А мы продолжаем. — Мы продолжаем. Давайте мы сейчас обратимся к группе, которая тоже, мы считаем, что это духовые, хотя они, конечно, выглядят не в традиционном понимании. — А у нас вопрос как раз с ними тоже. — Да, 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 да. — Вот. И после «Домар балалайок» Василий Андреев пригласил такой инструмент, решил ввести как гармоника. Вот об этом инструменте давайте немножко и поговорим. — Николай Кононов у нас в студии. — Ну, в общем, наверное, инструмент наш не настолько эксклюзивен, как гобой, возможно, да, но, в общем-то, достаточно популярен в нашей стране был, может быть, даже более популярен, чем гобой, потому что он не настолько академичен. И, разумеется, гармонь — это известный, наверное, всем инструмент, как гармошка, все привыкли слышать такое слово, гармошка, да? Это орусевшее название гармонь, вот, а изначально гармоника. К этому классу, собственно, относятся все эти вот наши духовые инструменты, не будем называть точно. — А может быть, мы скажем зрителям, слушателям все, и мне кажется, что у нас смотрят. — Зрители и слушатели нас смотрят и видят. — Ага. — Почему мы называем его духовым инструментом? — Потому что здесь звук извлекается тоже при помощи подачи воздуха. Он духовой имен. — Да-да-да. — Вот это основное... — Там еще есть научное название — аэрофон, но это... — Вот, я когда готовился, тоже, да, прочитал, что относятся к группе аэрофонов. — Да-да-да-да, ну, совершенно верно. Но здесь это группа язычковых инструментов. — Да-да, при помощи воздуха и, обязательно надо сказать... — Колебания язычков. — Каких? — Металлических. — Во. — Металлических язычков. — Голоса. — Эти голоски, металлические язычки наклепываются на металлические планочки. И вот процесс этот очень трудоемкий для всех, кто раньше этим занимался. — Для мастеров. — А раньше в России, да, мастера, конечно, они отдельно вырезали каждый язычок, а это трудоемко, это же не бумагу резать, металлические голоса. Потом каждый нужно наклепать, каждый нужно выточить его. — На планочку. — Это очень сложно. И наточить так, чтобы там не было лишнего, так сказать, зазоров, больших зазоров. — Вот представляете, окошечко такое, да? И в этом окошечке должен строго по границам окошечко проходить металлический язычок, который колеблется. — То есть, это практически ювелирная работа мастера, по которой изготавливает гармонь. — Да, это... — Мы просто все время привыкли к зла, да, согласись, видим гармонь, кажется, ну, что тут вот, как там, растяни меха гармошка и все вроде. — Да-да-да. — Оказывается, на самом деле там все намного сложнее. — Притом, на каждый голосок, на каждый звук нужно сделать два голоса, как минимум, потому что один наружим, другой на сжим. У нас же меха ходит в одну сторону, ходит в другую сторону. Если, допустим, на органе меха подаются электрически или каким-то механическим способом, инструменталист этого не делает сам. — Я человек приземленный в плане того, что я не умею играть на музыкальных инструментах, поэтому меня, как непрофессионал, всегда волнуют другие вопросы. Стоимость. Я знаю, что гармония... — Стоимость, сумасшедший, я вам сейчас только намекну. Если мастер для большого инструмента баян делает три месяца примерно голоса. — Давайте я скажу вот такую вещь. Когда маленький был, учился в школе, потом поступил в колледж, в училище, было тогда музыкальное училище. В то время настоящий такой многотембровый баян стоил так же, как, и это в советское время было, так же, как автомобиль. — Ну вот. То есть, если... — Немного поменялось, на самом деле. — Ничего не поменялось. — Ничего не поменялось. Если в то время «Жигули» стоили пять тысяч рублей, вот такой совершенный баян... — Концертный баян так и стоил. — Да. Пусть это будет максимальная, так сказать, планочка. Вот он так и стоил. Абсолютно то же самое и сейчас. — А сейчас максимальная планочка стоит. — У нас есть хороший, кстати, знак. Нам поступил телефонный звонок, как раз ответ на вопрос. Сегодня просто радует. И тема радует, и активность нашей слушателей. Злата, принимай. — Привет. — Здравствуйте. — Как тебя зовут? — Савелий. — Савелия, сколько тебе лет? — Мне девять лет. — А откуда, если не секрет? Из какой школы? — Кирово-Чепецк. — Кирово-Чепецк? — Лицей. — Лицей Кирово-Чепецка. Здорово, здорово. Ну, рассказывай, Савелий. — Мне кажется, служа фон. — Как? Еще раз? — Суза фон. — Шуза фон? — Суза. — Суза фон. Не совсем. Давай подумаем. Значит, маленькая подсказка есть. Это инструмент, так называемый, я же подготовился, я почитал. Инструмент с аккордовым аккомпанементом. То есть вот слово главное аккордовый. Так, подумайте, есть еще времечко. Давай. — Хорошо. — Нет, ты можешь прямо сейчас подумать. Не стесняйся, Савелий. Вот смотри, у нас тема идет как раз гармоники, баяны. Вот этот инструмент на них очень похож, но немножечко другой все-таки. Изобрели его в Австрии в 1829 году, действительно. — Аккордеон. — Молодец. — Да, умный. — Все правильно, молодец. — Все правильно. Логика и небольшая подсказка. — Все правильно. Потому что наше название бывает баян. А для них наш баян — это аккордеон. — Это аккордеон. — Савелий, ты уже определился с тем, что ты хотел бы получить? — К редактору. — Все замечательно. Савелий уже тоже знает, как проще разобраться с подарком. Спасибо большое, дорогие друзья. Звоните 211-101, отвечайте на наши вопросы. — И мне бы сейчас хотелось чуть-чуть назад вернуться по времени и сказать тоже исторически, как появился вообще этот инструмент. Вот я почитал, оказывается, все-таки предки у него в Китае. Сейчас все китайское, да? И раньше тоже так было. — Но тут, получается, не стыдно сказать, что китайский вот предок был. — Это древний инструмент, 2-3 тысячи лет до нашей эры находят, как бы, археологи там определили, что примерно в это время появился инструмент, у которого принцип звукоизвлечения как раз сходный. То есть это был корпус, были какие-то бамбуковые трубочки, но не как у флейты, за счет воздуха просто, а еще и были металлические язычки. — То есть вот в этом как раз отличие получается? — Да-да-да, вот оттуда идет. Потом этот инструмент там с татаро-монголами попал в Россию. — Тоже все стандартно, логично. — Торговыми путями в Европу, там его мастер органный сумел как-то усовершенствовать для работы с органом. Вот такие вот факты обнаруживаются, очень интересно. — Баян с органом связаны, по сути. — И потом уже мастера превратили его в такой вот, придали вид, где есть корпус, и левая рука играет одно, правая играет другое. И есть мех. Вот появилась гармоника. Ну и вот у нас в руках у Николая гармошка, как мы. — Вятская. — Вятская, да, тут тоже интересно. Вятская. Мы давайте послушаем, как вот она. — Звончатая. — Самый простой инструмент, конечно, киевской фабрики. — Двухрядная. — Изганина, да. Честно сказать, я не совсем гармонист, но принцип такой, что каждая гармошка, в отличие от Баяна, не была хроматической наша. И поэтому она была, имела, привязана к одной тональности. Если ты поёшь в одной тональности, то ты в ней можешь петь. Если ты поёшь ниже, то уже не можешь, тебе надо в ней гармошку. И сказать в другой тональности. — Даже так? — Да. — Вот такие вот особенности. — Ты можешь ли голос в свою гармошку? — Да. — То есть гармонисты имеют не по одной гармошке, чтобы в родных тональности. — Я думаю, у меня просто в своё время у бабушки с дедушкой в деревне было аж две, ну я не знаю, наверное, всё-таки была одна гармонь была, а один был Баян. Вот я понимаю, что с одной стороны их зажиточные, значит, были, с другой стороны, видимо, подбирали под голос тоже. — Примерно так. — Ну вот это приятно слушать, это же наше. — Это наше, да. — Я вот смотрю, даже Злата заулыбалась с утра. — Да и поплясать захотелось, действительно. — Не спутаешь, да. — Она была популярна в народе своей простотой. — Почему она прижилась? — Потому что на ней, в общем-то, справлялись люди, не музыканты. Здесь всё было рассчитано под руку. — На что вы хотите? — В общем-то, да, самодеятельные исполнители могли прекрасно здесь справляться. И несложные частушки, и танцевальные какие-то мотивы наигрывать. — Да, и смотрите, плюс-то в чём. Правая рука мелодию играет, а левая рука играет аккомпанемент. — Готовый. — Это, представляете, целый уже оркестр получается. Это бас, сопровождение, там, типа электрогитара, если на вокально-инструментальный, плюс мелодия, да ещё и петь можно. И тут же, как человек-оркестр получается. А удобство левой руки вот как раз в том, что нажимаешь одной, одним пальчиком звучит вот как бас-гитара, а вторым пальчиком как ритм-гитара, как бы вот это, понимаете? — Александр Николаевич, вот вы говорите, с одной стороны, плюс и простота вроде, а я сейчас понимаю, что у меня уже голова, вот, Злат, ты представляешь, это надо двумя руками умудряться аккомпанементами, мелодиками, координация сумасшедшая должна быть. — Ну, так всё просто. — Конечно, но это смотря что, вот, как, простые мелодии, да, но процесс шоу. — Для освоения, конечно, баян сложнее немножко, чем гармошка. — Я вижу, там уже и кнопочек побольше. — Да, кнопочек, не будем называть, сколько их, очень много на самом деле, да. И для освоения этот инструмент сложнее для детей, для маленьких. Но постепенно, постепенно всё это осваивается. — Опять же, за 15 лет всё осваивается, да. — Некоторые осваивают этот инструмент, да. — Ну, и надо сказать, что вот этот сейчас в руках у Николая Баян многотембровый, современный уже, усовершенствованный и хроматический. Вот этот инструмент хроматический появился в начале 20 века. Мастера, в том числе и в России, по заказу исполнителей, они подтолкнули. Их не устраивало то, что только в одной тональности можно музыку играть. Надо было как-то обогатить, ну, как на рояле, допустим, на фортепиано. Там хроматический же строй. И вот поэтому, в принципе... — Освободить их от одной тональности. — Я опять же всё перевожу в свои материальные какие-то вещи. Если гармошка это была как «Жигули», как мы сказали, да, то это... — Не-не-не, это уже «Мерседес», да, я так понимаю, баян? — Это «Мерседес». — Это наш российский, поэтому, в принципе, это хорошее «Жигули». — Давайте послушаем. Давайте послушаем, как звучат. — Да, ну, и это очень разнообразный инструмент, очень современный баян. Это тот инструмент, который может, ну, многие инструменты, что ли, заменить или исполнять похожим звучанием. Вот вспоминали сегодня орган. Николай Александрович, можно? — Да, сейчас послушаем, как звучит наш баян. — Друзья, опять же, удивительное сейчас произойдёт в студии. — Ну, просто, наверное, самые популярные мотивы, да, чтобы они узнавались. — Да. — Мы сейчас со звукорежиссёром тут мурашками покрылись просто, потому что это реально очень похоже на орган. Прям вот, по-моему, один в один. — Да, он также то же самое, что можно тихо сыграть, это же органную музыку. Тут очень красиво звучит, тембрально. Хорошие находки сделали мастера. — Правда, красиво ты брали, да? — И необыкновенно красиво, мне кажется, даже чувствуется вот это подсвистывание органное. — Вот-вот-вот, всё правильно. Там с помощью, так сказать, сочленения различных октав получается эффект органный, потому что на органе те же самые принципы. — Николай, вопрос. Вопрос про маяшу. — Да, можно сейчас задать. — Да, хорошо, хорошо, маленький вопросик. Значит, инструмент многотембровый, как уже ребята слышали все. Здесь очень много голосов, на самом деле очень много и в левой, и в правой. И вот вопрос. Постарайтесь угадать, сколько этих здесь голосов. Значит, три варианта ответа. 200, 400, 800. — Вот, Николай вам даже задачу максимально сделал простой. Три варианта дал. 200, 400 или 800. Знаете ответ из этих трёх вариантов, какой правильный? Звоните. 211, 101. Будем рады слышать. Продолжаем, Александр Иванович. — Да, ну давайте послушаем ещё немножко баян в каком-то другом качестве. Ну вот, может быть, в народном тоже, как на гармошке звучала народная мелодия. И можно одноголосно какой-нибудь, Николай, сыграть. — Ну, всё равно. — А потом, да, показать разные просто тембы немножко. Здесь совсем есть такие. — Спасибо. — Ну, смотрите, как здорово, да? — Всё, как хочется сразу выйти из студии, куда-то на природу вот сесть. — Один голосочек. Вы знаете, вот у меня, это немножко из другой области, но всё-таки это тоже показатель. Приезжают к нам солисты, вокалисты, инструменталисты. — Заня Николаевич, прерву вас на секундочку, показывает, что есть уже звонок. Коля, ждали твоего вопроса. Ждали твоего вопроса. Принимаем, слушаем. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Алёша. — Очень приятно, Алексей. Сколько лет? — Одиннадцать. — О, лучший парень. — Рассказывай, тёзка, сколько там всего? — Мне кажется, тысячи триста. — Николай. — Вот представь, я уже сказал, что мастер делает вот так называемый аккорд, то есть все голоса для одного инструмента в течение трёх месяцев. Представляешь, как долго? — Подумай, Лёша. — Три месяца. И он ещё должен на этом заработать. — Двести, четыреста или восемьсот всё-таки, Лёша. — А, ну тогда, наверное, восемьсот. — Всё, логики тебе не откажешь. Будешь учёным, молодец. Всё правильно, восемьсот голосов. — Лёша, спасибо огромное за звонок. Вот Злата уже рассказывал, сколько у нас тут подарков всяких, книги, приглашения. Что бы ты хотел, книгу или приглашение? — Можно к редактору. — Ну, запечатательно, вообще запросто, сразу, давай. — Ну, у вас всё продвинутые какие слушатели. — Ну, они же слушают, они же предыдущий ответ услышали, поняли, как можно всё тут быстренько отработать. — Нет, ну, смотрите, аудитория, значит, есть. Я рад за вас, просто поздравляю, что у нас... — Не без вашего участия можно этим тоже порадоваться. — Спасибо огромное. — Продолжу свою мысль немножко. Приглашаем солистов, вокалисты к нам приезжают, инструменталисты. И практически в каждом концерте я изо всех сил прошу что-нибудь исполнить без оркестра. Ну, если это называется акапелло. — Акапелло, если вокалистов. — Если вокалистов, да. Или инструменталистов, чтобы они тоже без оркестра только сыграли на инструменте. — Соло. — Да, это такой эффект. Вот смотрите, один голос всего звучал сейчас, а мы сидели с вами, ну... — Заворожённые. — Я говорю, у меня мурашки до сих пор, честное слово. И от гобоя, и от баяна. — Ну, это вот музыка. Дорогие мои друзья, приходите на концерты, слушайте. Ну, пусть это будет не обязательно народный оркестр. Ходите на концерты, слушайте музыку. Это великая волшебная всё-таки сила. И раз уж... — Ближайший концерт когда? — О, хороший вопрос. — Хороший вопрос. Сегодня у нашего оркестра сегодня в филармонии концерт в 17 часов. Мы с вами будем радоваться и слушать двух гениальных, совершенно молодых людей, баянистов. Дуэт баянистов называется «Сибдуо» из города Новосибирска. Это чемпионы мира. К сожалению, мы не настолько знаем их имена, как, допустим, Евгения Медведева или Алины Загитовой, которые фигуристы, которые все, весь наш, весь народ знает. Это настолько же талантливые ребята. Сегодня приедут нам Александр Сироткин и Андрей Бетюцких, исполнители на баяне. Но вот, к сожалению, мы их имена не очень знаем. Хотя они по своему таланту и по, ну, как бы, по общественному, так сказать, значению для России, они то же самое место занимают, что и наши ведущие спортсмены. — Александр Николаевич, я правильно понимаю, у нас же есть в качестве одного из подарков сегодня приглашение на две персоны, на двоих, в Вятскую филармонию, как раз-таки на баян и дуэт Сибдуо. — Если вам раньше передали туда, я не принес. — Александр Николаевич, мы почему это говорим? Давайте вопрос сразу, давайте вопрос. Вдруг кто-то конкретно захочет попасть на этот дуэт, а не знает как. — Хорошо, нам еще про один инструмент обязательно поговорить надо. Ладно, как-то успеем. — Дорогие друзья, в оркестрах русских народных инструментов разное количество, в группе баянов разное количество исполнителей. И есть два баяна, есть три и так далее. Вот я задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько баянов в Вятском оркестре русских народных инструментов? Три, четыре или пять? — Три, четыре или пять баянов. Друзья, звоните, 211-101, Златова примет ответ, вручит подарок с удовольствием. Злат, ну вот смотри, мы просто сегодня вот так замечательно слушаем музыку, общаемся, узнаем новых фактов. А как ты думаешь, на чем сложнее играть все-таки? Вот из этих хотя бы даже двух инструментов, которые мы сегодня, трех инструментов, вот английский рожок, гобой, баян, на чем сложнее? Как думаешь играть? — Даже не знаю, наверное, на всех сложно. — Совершенно верно, сложно на всех. Но вот Игорь умеет играть на всем, в том числе и на баяне. — А мы увидели вот там инструменты попроще. Можно давайте вот… — Инструменты, которые, да, используются, они вообще-то и в народном оркестре. Но появились вот такие свистульки, так сказать, в начале. — Это прародители следующего инструмента, такого уже совершенного, так скажем. Ну, Игорь, можно начинать? Давай, покажи. — Ну, сначала такие свистульки, которые… — Вот народные, народные такие, глиняные. — Вот, Кима, это в форме жука. Из глины сделано. — А можно нам посмотреть, да, Злата? — Да, можете и подуть. — Да. — Давай попробуем, кстати, эксперимент. — Нет, ничего сложного, потихонечку подой. — Давай попробуй. — Как получится, так и получится. Сильнее немножко. — Сильнее не бойся. — А тут снизу надо открыть, а отверстие, которое… — Ага. — Вот там отверстие. — Не закрывай главное. — О! — Ну, как бы обычный свисточек, а за счёт пальцев можно разные звуки издавать. Закрывай дырочки. — О! — Вот, пойдёшь учиться. — Вот такой же… — Да-да-да. — Ну что-то я, что-то у нас получается. — Можно сразу в консерватории уже. — Да, пока мы в консерватории готовимся, только у нас уже ответ поступает, Александр Николаевич, на ваш вопрос про баян. — Слушаю внимательно. Добрый день. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Миша. — А лет? — Мне 11. — 11 лет. Миша, слушай внимательно. — Два, ой, три, четыре, четыре или пять баянов у нас в оркестре. — Пять. — Молодец. — Миша, ты на концерте, молодец. — Миша не надо подсказывать, потому что всё знает. — Миша, приходи сегодня на концерт, пожалуйста. — Это будет просто… — Ты знаешь, вот я прошу прощения, что перебиваю. Вчера была репетиция с этими, ну, для нас ребятами, ну, молодыми людьми с двумя баянистами, да? Вот я вроде бы сам баянист и много учился, много лет, уже не сосчитать сколько. — Практикую. — Но я вчера рот открыл и забыл играть в свои партии, просто забывал, потому что я заслушивался ими. Вот и всё. — То есть они, звание чемпионов мира, они получили не случайно. — Это, да, это не случайно. — Совершенно заслуженно. — Это обалдеть. Это просто обалдеть. Цирковые номера — это же так играть. Приходи на концерт, не пожалеешь. — Миша, Миша, у нас есть, кстати, приглашение. Вот сейчас есть возможность воспользоваться ими или выбрать что-то другое. Решай сам. — А можно, ребята? — Да, всё, Миша, вопросов нет. Отпускаем сразу тебя. Спасибо большое. — Я просто ещё хотел показать такие инструменты, которые… — Про свистульки. — Да, про свистульки, дело в том, что тоже так же сделано, как из глины, вот этот жук, свистулька сделана, окарина. Окарёнок, это вот мы были в Болгарии, и я приобрёл такой инструмент, который ребятам спрашивают, на что походит. Он говорит, ну, на подводную лодку. — Да, подводную лодку. — А если так сделать, то это пистолет космический. — Бластер какой-то, да. — Космический. Но звучание, вот послушайте. — Вот такое звучание. — Сначала было ку-ку, я думал, я тоже так смогу, потом понял, что уже не смогу. — Вот такое звучание, да, делается. Но и такие инструменты, как свист-тв, это свирель. — Свирель, это наши русские. — Да, это вот говорили разные народности и имеют название. Например, в Молдавии это флуер, най, башкирии, свои инструменты. А у нас русская. — На Украине сапилка называется, такого же плана. — Да, уважаемые гости, у нас есть возможность задать еще вот до окончания эфира еще один вопрос. Ну просто хочется сегодня, ребята, активные. Давайте зададим вопрос, любой, на вскидку, какой хотите. Можно простой, можно очень сложный, чтобы сломали тоже свой мозг с утра. — Я сейчас сыграю, что это такое? — Определите. — Отличный вопрос. — На каком инструменте сейчас играет Николай Кононов? — На каком инструменте и какую мелодию? Что это было? — Вот так вот. 211-101 — это был музыкальный вопрос от наших уважаемых гостей. Друзья, знайте ответ, звоните. Все, на самом деле, мне кажется, очень здорово и несложно. — Ну и осталось немного, да? — Да. — Показать такие инструменты, как вот свирели, как она звучит у нас. — Это народный инструмент. — Народный инструмент. — Духовой. — Духовой тоже. Мы сегодня про духовые инструменты. — Да, пастущая, свирель. — И так далее. — Это свирель-пастущая, да, я правильно понял? — А еще пастущая флейта, да? Это она ведь вот рядом? — Нет. — Вот там вот лежит просто, я вижу. — Сейчас мы покажем тоже, да. — Вот это инструмент с желейкой. — В сторону. — Она более громкая, такой инструмент. — Ну тоже сразу. — Жалостно и при помощи… — Жалейка. — Жалейка, да. — Да-да-да. Сразу. — Она привлекается вот именно свистом, но при помощи вот такого пищика. Тоже похоже на тросточку такую. — Как у Гобоя, да. — Да, как у Гобоя, у кларнета тоже. — Здесь одна. — Здесь одна. — Призвучание. — Очень интересная. — Браво. — Где слышал? — Браво. — А где слышал, Злат, такое? Вот я точно слышал, я уверен, что ты тоже. На Масленицу сто процентов. Кто ходит обычно с жалейками? — На жалейках самые яркие, да. Они звучат. — С комарочкой все ведь, да? Они, да. С комарочкой дудочкой просто. — Так что они почти что Гобоисты. — Ну да. — Коллеги. — Коллеги, получается. — Вот покажем еще инструмент тоже народный. — Такой инструмент, который называется, да, флейтапана. — Ну да, послушайте. — Флейтапана, потому что вот, похоже, ну, в Молдавии это тоже най называют. Вот. И звучание послушайте. — Одинокий пастух сейчас будет. — Да. — Ну это мини сделано более профессионально, он, естественно, побольше и звучание легче. — Да. Одинокий пастуха играется в оригинале. — Играют как раз на этой флейте. — На флейте Пано. — Да. Ну и вот это все как бы предшественники инструмента, которые еще есть тоже у нас в оркестре, в народных оркестрах во многих тоже есть. Это флейта. Вот. Ну сегодня у нас флейтистов здесь нет, но мы когда слушали отрывочек, там очень ярко было слышно флейта пиккола. именно маленький, это маленькая флейта, так скажем. Есть большая флейта, есть флейта пиккола. Вот. А еще есть интересный инструмент такой, где высота звука меняется не за счет отверстий, а за счет вот такой вот кулисы. — Кулисы. — Вот. — Как у тромбона. — Как у тромбона, да. Другой инструмент. Давайте послушаем тоже, очень забавно. — Птичек изображает разных. — Здорово. — Это композиторы, между прочим, очень некоторые, очень умело используют это, придает звучанию оркестру особый какой-то такой калорийный. — Реалистичность, мне кажется, очень прям, как живые звуки. — Шутки такие, шуточно очень звучат. — Ну вот вы сейчас вспомнили, там, тромбон, кларнет. Я просто в свое время, я думаю, и те, кто помладше, тоже понимают, что вот если не профессионалы, я до сих пор не всегда умею отличить чисто по внешнему даже виду гобой, кларнет, тромбон. — Ну да, они похожи немного. — Здорово, что вот вы сегодня так подробно рассказываете о них. У нас даже у тех, кто постарше, есть возможность как-то себе тоже в голове все это уложить очень хорошо. У нас совсем немного остается времени. Вопрос был музыкальный. Мы очень ждем и надеемся на то, что будет ответ все-таки на этот музыкальный. — Да, это мы когда про гармоники говорили, это как раз тоже семейство. А я бы попросил сейчас звук режиссера чуть-чуть еще нам включить. — Включить. — Что называется, напоследок. И послушаем опять. — Сейчас сначала только... Коль, давай еще раз сыграем. Попробуем вот эту вот мелодию. — Музыкальный инструмент и мелодия. Вот такой вопрос. 211-101. Друзья, буквально там пара минут остается. Звоните, будем рады. — Давайте послушаем еще чуть-чуть как звучит оркестр современный. Все инструменты вместе. Группа Дома. — А я хотел спросить, какие главные? Понимаешь, что нет наверняка, да? Все равнозначно. Или все-таки? — Нет, не совсем. Все-таки это основное. Это как скрипки симфонические ведущие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Блестяще. — Блестяще. — На этой ноте, да? — На этой ноте не хотелось бы заканчивать, но, к сожалению, да, время у нас подходит, программа к завершению. Александр Николаевич, ну, давайте еще раз напомним, да, сегодня в 17 часов. — Да. Дорогие друзья, приходите. Это очень здорово. Это действительно чемпионы мира. Это редкая возможность послушать таких выдающихся исполнителей. — Но они будут в сопровождении оркестра. Будут играть? — Да. — Будут сюрпризы. Причем они будут играть не только на своих инструментах, а покажут и ударные инструменты. У них это очень здорово получается. И мы даже сами еще не видели все, потому что у них есть один номер. — Сюрприз. — Сюрприз. — Сюрприз такой. Мы даже сами не видели еще все, что будет сегодня на концерте. — В общем, нас ждет, дорогие друзья. — В 17 часов филармонии. — Очень интересный концерт. Приходите. Ну, естественно, не забывайте, что на всех самых лучших концертных площадках нашего города это уж точно всегда приятно видеть. Вятский оркестр народных инструментов имени Шаляпина под руководством Александра Чубарова с замечательными солистами, которые сегодня у нас в гостях. Напоминаю, у нас в гостях были Игорь Ичменев, Николай Кононов — это солисты оркестра, и сам Александр Николай Чубаров. Мы со Златой тоже вам говорим спасибо и от лица слушателей, и от себя лично. Всегда рады слышать приятные и правильные ответы, ваши приятные голоса, дорогие слушатели. Звоните нам почаще 211-101. Это была «Открывашка» на 101.0 FM на радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Завершаем сегодняшний наш воскресный эфир. Спасибо огромное. До новых встреч. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».